друзья всем привет серферы бездельники девианты начинаем наши вечерний эфир из новой студии первое фактически в первый в этом году я вас всех поздравляю что наконец-то мы дозрели до того чтобы начать вещание с нашей новой студии и у нас первый гость Денис Долинский бизнесмен который принципе неоднократно у нас выходил уже в прямые эфиры и мы подняли тему пикапа и война потому что буквально два дня назад Денис написал у себя в фейсбуке пост с обращением к министру обороны к министерству обороны правильно где говорил о том что ну странная ситуация прослеживается когда в СУ собираются поставить там 300 новых пикапов короче говоря сотни новых пикапов можно поставить в СУ но там проходит тендер где цена и стоимость этих пикапов в тендере зависит завышена фактически ну в два раза там до 45 тысяч долларов хотя он бегло посмотрел там цены новых пикапов и привел их у себя в этом посте и эти цены там но существенно ты часть 28 тысяч осмотрю 350 долларов 25 тысяч 950 это за митсубиши l200 там в разных комплектациях этот пост вызвал огромный резонанс я сейчас смотрю сколько два и одна тысяча лайкнула поделилась 6000 огромное количество комментариев и Денису буквально отзвонились все там министерства бизнесмены фонды там и так далее и началась ну такая большая большая возня да Дениса приглашали сегодня на заседание ну навстречу в Минобороны и соответственно он не смог потому что за границей сейчас находится но люди туда пошли и вот мы об этом сегодня поговорим Денис привет Добрый вечер рад всех видеть ну привет привет и расскажи как там развиваются дела собственно говоря что ты нарыл и к чему пришли ну ситуация очень вообще интересно с тендерами у нас давайте мы немножко проговорим как эти тендеры все проходят особенно сейчас в Минобороне то есть для того чтобы вам заявиться в тендер вы знаете да нужно пройти кучу там документации разрешительной соответствовать критериям выполнить все условия которые там расписали в тендерной документации и только тогда вы сможете податься на тендер и не факт что вы как бы ваша компания условно выиграет вот когда я увидел информацию о том что будет проходить кстати от Юлии глушко тендер на покупку пикапов а так как мы помогаем ребятам пикапами и другими машинами джипами уже на протяжении двух лет мы уже поставили больше чем полторы тысячи это деньги бизнеса то есть за свой счет передали на фронт поэтому мы как бы очень ориентируемся в ситуации более того связи с тем что много лет занимаемся бизнесом мы знаем принципе всех производителей прямых производителей машин также самых больших дилеров которые могли бы полностью закрывать все потребности нашей армии именно в джипах именно в пикапах значит ситуация состоит следующем сегодня на законодательном уровне министерство обороны в принципе не может нормально провести эти тендеры есть несколько проблем подожди подожди секундочку ребята ну какой-то шум идет вот скрип и уберите его как-то потому что новому мешают слушать то есть я слышу но я думаю что зрители тоже раздражают давай продолжаю проблема состоит следующем для того чтобы импортеру завести автомашины допустим он должен соответствовать нескольким критериям первое эти машины должны соответствовать норме евро 5 евро 6 но вот друзья давайте подумаем на хрена на фронте эти нормы евро 5 евро 6 если мы понимаем что сейчас дизельные машины которые поставляются на фронтом евро 2 евро 3 евро 4 и вообще без евро потому что машинам по 20-30 лет поэтому эта норма в законе которая вам запрещает просто привести машину и продать на территории украины но тоже невозможно да то есть на самом деле это отсечение всех потенциальных всех все 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 фирмы там все фонды ну короче все что угодно для того чтобы через такой критерий можно было ограничить доступа на условно на рынок да и таким образом гарантировать что машины будут продаваться ограниченным но через ограниченное количество участников тендеров ну выглядит это вот так вот птицы которую мы проговорили с импортерами значит 2 позиция это сертификация авто то есть мало того что вам нужно завести вам если вы везете пикап из америки они должны сертифицироваться на нашем рынке и должны люди которые сидят в этой организации должны сказать что завод ford или завод mercedes соответствует реалиям украины имеет право эксплуатироваться на территории украины ездить по нашим дорогам и как правило эти суммы за сертификацию но они очень существенны да кто привозил машину себе покупал за границей кто проходил сертификацию или американской машины это биток или это европейской машины как правило для то чтобы поставить на учет вы после растаможки должны и сертифицировать но это полный бред правда же нигде такого практически в мире нет для того чтобы свою машину поставить на учет вы еще должны кому-то заплатить за простую бумажку это второе отсечение которое тоже по закону сегодня мешает прямым производителям продавать транспорт в украину и третье это налоги но вот смотрите мы покупаем машины для армии для того чтобы продать по контракту минобороны вы эти машины должны еще что уплатить ндс и уплатить мы то акциз так называемый и потом стоимость этой машины если вы купили за 25 или за 20 она уже превращается соответственно немножко другую и конечно же министерство обороны приходится объявлять тендеры потом в 45000 и опять же мы же говорим о чем что 45000 это же непредельная цена вот я я вам хочу сказать что если брать американские вот машины допустим рейнджер пикапы ну извините вы около 50 тысяч должны будете за нее заплатить потому что вы ее по себестоимости на заводе в америке купили но потом на вас навешали вот этих всех ограничительных мер где вы должны много переплатить у вас цена получается под 50000 но это ненормально для армии можно покупать пикапы напрямую в европе во первых на складах и на заводах заказывать и они идут там от 17000 5 например которые мы покупали в прошлом году для наших ребят нам обходились порядка 17 18 тысяч по себестоимости евро и фу и как фонд он имеет право эти пикапы например или машины купить и завести как гуманитарную помощь и передать как гуманитарную помощь помощь военным частями или солдатам напрямую и так далее но опять же фонды не могут напрямую работать с министерством обороны фонды не могут заключать контракты с министерством обороны потому что они мне могут предоставить гуманитарную помощь они не могут от них получить деньги как гуманитарную помощь и смотрите какой мы имеем сегодня тогда проблему то есть министерство обороны объявляет тендер но для того чтобы даже поучаствовать и выполнить этот тендер могут только некоторые импортеры никому практически не известны на малое количество автотранспорта причем по очень большим ценам схема ну схема в чистом виде конечно вот после нашей публикации то что мы подняли этот вопрос публично фейсбуке и других каналах значит мне сегодня перезвонили пригласили как раз министерство обороны на совещание по поводу пикапов и мы очень продуктивно проговорили с нашей стороны там был и дмитрий богуславский это генеральный директор вина раф то известная очень компания это один из самых больших импортеров транспорта в украину и он поднимал вот эти проблемные вопросы которые министерство обороны обещала рассмотреть и по возможности каким-то постановлением убрать потому что я тоже понимаю минобороны в них создан сегодня там новый орган который должен заниматься госзакупками пока что кстати у них огромные проблемы с кадрами там потому что вы же понимаете что их обвиняют во всех грехах то есть против них открывают уголовные дела какие-то может надуманные какие-то ненадуманные но опять же то есть эту структуру нужно реформировать дать им возможность нормально работать во вторых министерство обороны нужно дать возможность работать по прямым контрактам с производителями но мы знаем что в мире 5 производителей таких там допустим транспорта которые нам там подходят это может быть ford это может быть митсубиси это может быть nissan и так далее здесь нет коррупционной составляющей потому что контракты прозрачные почему и тогда не дать министерство обороны такой возможно заключать эти контракты вот даже например с компании winner авто пожалуйста они являются официальными импортерами со всего мира они готовы закрыть этот объем полторы две три тысячи заказав на заводах на производстве эти пикапы поставить их в украину но только нужно снять все налоги сертификацию и снять экологические нормы евро 56 пожалуйста наша армия будет в течение года обеспечена транспортом причем по самым низким ценам по которым никто не может даже представить потому что есть возможность покупать такие пикапы марки как mg можно покупать хайлюкс toyota можно покупать nissan можно покупать mitsubishi а это жизни наших ребят слушайте логистика и логистика решает на фронте огромные задачи огромнейшие это эвакуация это и подвоз людей это и вывоз людей и так далее перевозка вещей то есть все сегодня просят машины ну да мне в течение машине вот перед эфиром буквально за пять минут звонили ребята с фронта тоже просили там 300 тысяч собрать на пикап другие тоже вот с запорожского направления тоже просят для для санитарных нужд нужд на пикап бригада который мы собрали вот буквально несколько дней назад просит опять тоже машины потому что у них две машины разбила то есть все просят пикапы все просят автомобили потому что эта мобильность это жизни в прямом смысле этого слова и поэтому удивительно когда в государство вот настолько не то что не торопливо а просто не непростительно и я бы я бы даже сказал преступно не торопливо и и при этом тратит ресурсы которые у нас ограничены и можно было бы покупать на эти деньги там в два раза больше даже из тех цифр из которых которые которые это опубликовала себя конечно про в прошлом году можно было мы купим мы выкупили в прошлом году все стоки в европе фиатов которые по 17 18 тысяч все что было мы все выкупили сразу по предоплате привезли и раздали ребятам но для меня еще очень больно звучит то что за два года за два года депутаты верховной рады чиновники мин мин инфраструктуры и все остальные за два года не инициировали изменения законодательства для того чтобы можно было напрямую завозить машины не переплачивая чтобы их было количество достаточное чтобы покрыть спрос спрос фронт за два года никто ничего не сделал но зато за два года построили стадионы дороги брусчатки нажились а на одежде нажились на других каких-то вещах но никто не принял никто из депутатов верховной рады не поднял вопрос а как же у ребят там с транспортом на фронте а почему не могут большие импортеры производители завести машины и передать военным почему фонды должны выкупать бушные машины ремонтировать за свой счет красить и передавать военным почему это не государство обеспечивает которое должно сегодня обеспечивать и деньги на это есть я хочу повторить что более 120 миллиардов в банках лежит прибыли за 2023 год это деньги можно было бы направить и на транспорт в том числе деньги у государства ей просто они эти деньги в тупую грабят ничего делать не хотят никакие законы принимать не хотят всем плевать ребята гибнут в окопах а им плевать вот другая же проблема вот смотрите сегодня водители фондов не могут выехать для того чтобы привести этот транспорт вот сейчас мы собрали на стоянке наш фонд собрал машины чтобы завести передать на фронт нет ни одного водителя мужчиной который сейчас бы мог бы считайте привезти их стоит 55 машин на стоянке никому завозить но вот просим женщин передавать на границу и так далее но это ненормально с выездами нужно решать проблему ни один водитель нему не может выехать водитель выезжает тоже вот на допустим на автобусе или на своем авто выезжает два человека до их же на границе не пропускают хотя они внесены в базу им есть разрешение не уже по 30 раз за два года туда-сюда съездили и привезли кучу машин показывают декларации на таможне их не выпускают ряд какие вы волонтеры вы же на автобусе едете или на своей машине но вот сесть за руль даже пикапа и привести один пикап 2 3 перегнать это нужно 3 4 человека до 1 должен купить 2 должен отремонтировать 3 должен перегнать 4 должен догнать до из того чтобы его починить и провести через таможню это серьезная работа и фондов сегодня это практически всех волонтеров все фонды сегодня остановлены но и они не могут транспорт завозить весь транспорт стоит европе его некому забирать то есть мало того что есть законодательное ограничение что большие импортеры производители привезли машины и передали на фронт чтобы министерство обороны официально купили министерство обороны не дают разрешение нет законодательных никаких разрешений чтобы минобороны официально купила эти пикапы еще остановили работу фондов и остановили работу и остановили работу волонтеров все транспорта на фронте нет вредители ну чисто вредители меня других слов нет смотри здесь вот этот алексей марущенко он у меня в фейсбуке под анонсом нашего эфира он публиковал такой комментарий и вот и он говорит данном конкретном случае денис манипулирует при всем благом желании помочь в том тендере на который ссылается днис моего через державное предприемство агенция оборонных закупиваль пыталась закупить авто в украине сервис сервисом по всей украине гарантии купить в украине это означает что к цене добавляется логистика пошлина и ндс 5 процентов 5 плюс 20 процентов пошлина и ds идут бюджет плюс стоимость сервиса и гарантии то есть нет там даже двукратного превышения цены мод действует рамках законодательства не может покупать как гуманитарную помощь под любую ставку пошлины ндс если закупщик проведет такую закупку то на него откроет дело за уклонение от налогов особо крупных размеров это подтвердило профи по закупках действующий специалист военной части нели стильных комментариях посту дениса таким образом чтобы провести закупку к гуманитарную помощь под нулевые ставки как предлагает denis нужно внесить изменения законодательства так я задаю вопрос так что блять нужно сделать чтобы на втором году но два года войны идет сука не могут сделать вот это ну элементарные вещи которые все кричат и говорят ну пиздец у меня просто слов нету ты абсолютно прав так я этим людям и объясняю слушайте я с вами не спорю что сейчас по законодательству никто не может это сделать еще припишут коррупцию откроют дела и посадят в тюрьму я про это и говорю что мы сегодня изменив законодательство можем привести машин в три в четыре в пять раз больше чем их завозится на фронт основная цель такая не платить налоги не платить за сертификацию не делать эти экологические нормы по которым вы не можете привести меньше я же это и объясняю это нужно все поменять поменять эти законы дать возможность министерству обороны официально заключать прямые контракты без тендеров коррупционных тендеров что некоторые тендеры коррупционные и львовский бизнесмен это подтвердил который украл полтора ярда а прямые контракты с производителями из заводами решат ту задачу потому что у завода ты не украдешь как вы не можете своей головой понять что за прямой контракт завода гарантирует отсутствие коррупционной составляющей буду если вы покупаете у завода напрямую этаж экономика другая вы купите пикапы по 20000 евро они по 45 и купите во сколько два раза больше просто нужно считать конечно налоги пойдут в бюджет с бюджета их опять через какой-то тендер или какой-то условно махинации украдут я говорю про то чтобы покупать машин на фронт больше логика простая и для этого действительно надо изменить закон в этом же и вопрос ну да потому что они постоянно прикрываются законом что мы не можем сделать то-то то-то для того чтобы оставить ограниченное количество фирм которые можно присосаться и это поставлять в результате и так по ну так же по всем направлениям вот все это просто тупая коррупционная схема тупая как те генералы как те не знаю минобороновцы как те в засушниках как бы там кто сидит на этом как бы там да вот это это просто тупое с немалого бабла больше ни о чем не идет речь ну то есть я я злорить я подожди я задаюсь вопросов но если минобороны не может это сделать 2 года войны по что если правительство не может делать так нахер зеленский нахер разгоняй минобороны нахер разгоняй правительство создавая государственный комитет обороны вот и там просто в виде прямыми директивами пока ну чтобы они работали быстро и исходя из целесообразности потому что целесообразность сегодня является ключевым словом и следование целесообразности позволит сэкономить огромное количество жизни которая ну который украины просто ограничено нас пять раз меньше населения может быть еще больше этом да вот какого хера нас просто вводят по как ну как лохов мы просто как со страной относится как к солдатам относится как скоту который постоянно дул постоянно просят люди просят дайте нам мобильные средства чтобы передвигались чтобы спасали людей там да вот я не говорю о том что это речь идет о простых пикапах не а военных пикапа с броней там со всем остальным ну в турции производится хорошо в турции производится я знаю пикап с броней и предлагают а там с броней как в этом да если сбры если если хотите с броней но так нихерашний не этих пикапов нет ни военных пикапов нет нет необычных пикапов нет которая там дырявятся осколками там и всем остальные ну просто просто тварь у меня уже был у меня уже нет слов расскажи что что ну вот что в минобороне прошло это совещание что не сказали там но вот сегодня было хорошее совещание вот повторю сегодня присутствовали две компании которые известны это винравта и в виде групп если я не ошибаюсь значит виде группа не предлагали если я не ошибаюсь peugeot которые они могут тоже поставлять больших количествах пикапы как раз в минобороны и винравта которые могут поставлять я уже называл хайлюксы навары потом митсубиси разных моделей комплектации разных годов евро 2 евро 3 евро 4 и 5 и 6 и так далее то есть больших количествах прям со стока в европе рейнджеры с америки они могут завозить и так далее но в чем в чем суть там даже были какие-то фонды с маленькие какие-то компании которые хотели тоже там предложить какими-то варианты как они проводят эти машины я не знаю в общем было два больших импортера которые взять могут на себя в нашей стране взять ответственность и полностью обеспечивать на наше министерство обороны машинами причем диалог сложился очень хороший потому что этот новый орган который сегодня создали они всю эту проблематику понимают и они сами говорят нам и по закону не можем у вас купить эти машины мы не можем тендер этот провести даже условия в этом тендере вот так вот криво написаны и законов нет по которым мы можем у вас это приобрести и причем смотрите это же диалог самых больших крупных импортеров машин у нас стране и в министерство обороны да где импортеры и производители с одной стороны и министерство обороны сошлись в том что у нас стране за два года войны полномасштабной не принят ни один закон который бы помог бы эту задачу решить значит было такое предложение от министерства обороны они предоставят такую справку скажем так народным депутатам правительству и предложение каким-то постановлением или какими-то изменениями в законах сделать так чтобы разрешили для военных министерства обороны эти машины напрямую покупать у импортеров и производителей будет ли это выполнено профильными нашими депутатами или министерствами я не знаю но я считаю что этот вопрос нужно поднимать публично и мы должны в этом вопросе конкретном поддержать позицию министерства обороны потому что от этого зависят жизни людей на фронте чем больше будет машин тем больше жизни мы спасем вот поэтому я считаю тут мы должны занять такую консолидированную позицию ну мне кажется что просто здесь уже не консолидированная позиция здесь здесь ногами скоро нужно будет бить этих долбоебов других но других слов просто нет это настолько безответственно и насколько античеловечно я не знаю сколько теплые будут сидеть вот и и и и закрывать кислород для всех еще такой момент вот мы же общались не то не только с министерством обороны я же после того как опубликовал информацию которая очень такая шикотливая я же разговаривал из губернаторами разных областей не буду сейчас называть каких для того чтобы скажем не было у них там проблем значит смотрите какая ситуация сегодня областным администрациям до другим военным частям напрямую напрямую со слов зам губернатора министерства финансов запрещает покупать новый транспорт для зсу то есть для сбройных сил украины министерство финансов заборняет куплять автотранспорт и на цевы делят и кошки но на брукевку и на стадионы министерство финансов дозволяя выкористовывать и державные кошки хотя державные кошки вон и умовно ну потому что все мы же понимаем бюджет украины он состоит из налогов до которые мы бизнесмены люди военные платим в бюджет то есть это деньги налогоплательщиков у государства нет своих денег и это должны тоже все понимать до войны 50 процентов бюджета это составляли как раз налоги бизнеса понятно что когда полномасштабная война началась сейчас немножко это все поменялось но представьте 50 процентов бюджета это было наполнение бизнесменов которых против которых открывают уголовные дела каждый день маски-шоу каждый день шантажи липовые уголовные дела и так далее то есть это же не прекращается и при этом сегодня бизнес бизнес помогает активной армии потому что не может не помнить не помогать у каждого там водители сотрудники родственники близкие кто-то дослужит и мы вынуждены тоже помогать для того чтобы ребята просто спасти их жизни насколько с этой стороны государства наплевательски относятся и насколько ответственно люди и бизнес и военные как вот сплотились на одной стороне люди военные и бизнес а на другой стороне чиновники с министерства финансов с депутаты определенные и те которые участвуют в разных вот таких вот тендеров на полтора-два мили миллиарда да и грабят людей это же жизни это кровь солдат это не купленное вооружение не купленная пво и так далее сейчас по секунду ребят пусть вот их нужно отлавливать ребят впустите следующего гостя пожалуйста он звонит я слышу что он звонит в дверь а вы не слышите впустите пожалуйста в гостя в студию извини поэтому послушайте нам на второй год в полномасштабной войны нам нужно проснуться проснуться от этого сна когда чиновники в первые месяцы которые сбежали сейчас жируют воруют грабят тупо в бюджет и это знают и в америке и в сша и в америке сша и в европе сша потому что в европе я со многими встречался и в польше сейма депутатами они все понимают и все видят как грабится бюджет и кто кто за этим стоит и какие потом активы в евросоюзе и покупаются за эти же украденные деньги и про хорватии и отели и так далее да когда грабят на всем поэтому если это сейчас кардинально менять у нас шансов нереально послушайте наш противник усиливается там делаются сумасшедшие производство всего мы должны понимать с кем мы воюем там не на секунду не на останавливается на заводах производства а у нас производство за два года ничего не создано потому что гусев например который был укр оборонпроме себе в америке купил завод по плитке его интересовало там же это подожди подожди это не гусев подожди это не гусев я защищу гусева потому что я его долбал долго но это не гусев это предыдущий глава украборонпрома гусев уехал в азербайджан послом и получил еще там в знаку какую-то президенту так тогда загусева извиняюсь за того кто до этого был в украборонпроме и купил завод но суть в том что она услышать и нам нужно прийти как бы в себя потому что правильно ну как бы заложенной говорит что может быть там условно год-два и нам будет совершенно по-другому ощущаться да да ну в общем вот такие вот пироги будем будем надеяться что эти вопли как бы наши возымеют возымеют последствия для для чиновников которые принимают решения минобороны тоже начнут больше шевелить своими поршнями там офис пошли пошевелиться крошка все начнут шевелиться потом как это как об этом было в начале войны когда ну за счет того что не сидели в бункере все друг другом общались то решение принимались вот так вот и не нужно было с бумажкой бегать месяцами для того чтобы решить вопрос вот так вот вопрос решался в течение нескольких часов часто президент получал сигнал там или или мы на кабину ходила сигнал и ну короче говоря все очень быстро делалось вот и все поэтому сейчас пора бы ускоряться сейчас военное время нужно сейчас быстрые решения причем посмотрите вот ну вот на то что шмыгали с кабмином приняли не выделили там если не ошибаюсь 170 миллиардов на свиту конечно на свиту нужно выделять деньги но когда вас бомбят сверху ракеты бросают понимаешь и на фронте люди погибают то наверное нужно как бы мозг включить да и завести там три тысячи четыре тысячи пикапов пять тысяч пикапов купить другую амуницию потом уже заниматься образованием образование это хорошо но есть такие вещи на которые нужны деньги на вчера причем это его конкретная задача заниматься обеспечением вместе с министерством финансов а пока это к сожалению сегодня кабинет министров это самое слабое звено в нашей стране его нужно кардинально менять и очень быстро да надо вводить военное положение полноценно и вводить государственный комитет обороны кабмин просто нахер закрытие и закончить ну вот эти хождение по мукам который ничем не закончится потому что они будут вечно 250 раз отсылаться на процедуры которые придуманы за царя панька и которые сами же придумали для того чтобы свои коррупционные кормушки и хоботки засовывать при случае и без вот и все поэтому ну правительство в таком формате но она не отвечает за требованиям войны ну вот просто не отвечает ни парламент не правительство ни хера не отвечает исполнительная власть нужно но ее нужно форматировать и и для этого есть механизмы президент должен возглавить исполнительную власть прокладка кабина не нужна грика создавай на ну я не знаю на базе рнбов без рнбов как бы создавая отдельный комитет хотя рнбов принципе мог бы выполнять эти функции вот наводняй его соответствующими людьми став туда людей которые способны принимать решения и в директивном режиме управляя процессами все вот что нужно делать зачем зачем придумывать велосипед советские ну при совке при ну это же не только как бы не только опыт совка там не только опытом третьего рейха если там и шпей раз постоянно вспоминают там и всех остальных там да но в британии в штатах же тоже приходили к вот такому директивному управлению быстро создавали новые структуры которые адекватны условиям войны и позволяют без проволочек принимать решение потому что цена цена проволочки это там десятки сотни десятки тысяч жизней как бы там да по факту меня знаешь еще удивляет вот это вот позиция наших антикоррупционных органов которые по сути сегодня являются коррупционными органами потому что все понимают что эти должности а получать для того чтобы там что-то зарабатывать как только я написал что нужны прямые контракты министерства обороны ну например там с фордом или с мерседесом все начали кричать что это коррупция там даже представители фонда притулы подключились говорит это махновщина это коррупция як же бестендеру шо это такое напрямую покупать не говорю так а что а как можно у завода завода мерседеса украсть ну например да я имею ввиду по официальному контракту это же не их прокладку которую они там ставят и покупают какую-то там бушную технику еще кого-то завозят за донат и так далее ну вот реально почему прямые контракты это коррупция с известными производителями а покупка непонятно чего какого-то там барахла по каким-то спрятанным конца улера ным контрактом на завалированные суммы это не коррупция вот я всегда этот вопрос понимаешь интересовал до что мы увидим поэтому я считаю надо всем объединяться помогать не искать в черной комнате черную кошку вот менять законы вводить как ты говоришь военное положение в кабине делать какой-то комитет обороны реальный который будет административные военные решения принимать на совете моментально менять нужные директивы вносить необходимые законы и как-то это двигать в срочном порядке потому что нам нужно сохранить страну и людей в первую очередь людей солдат которые сейчас на фронте сто процентов сто процентов полайкать этот эфир и мне кажется он очень важен для того критически важен для того чтобы люди во первых в властных кабинетах начали принимать решения на этих людей давило общество которое опять-таки должно осознать какие решения должны быть приняты и с места сдвинулась вот эта живота печущая тема с нами был денис долинский но не последний раз денис постоянно как бы заходит с разными темами мы по экономике много говорим по польше поговорим следующий думаю раз потому что у нас пришло эфир так получился короткий я кстати анонсирую что нас на этой неделе будет среду кульпов 19 00 в четверг будет польский эксперт у нас будет первый эфир на польском польско-украинская русский такой эфир на трех языках будет и и мы в принципе будем запускать польский проект разворачивать наш медийный польский проект так что поэтому подписывайтесь на на оба наши канала романенко уже 450 тысяч подписчиков романенко шор 70 тысяч за прошлый месяц 40 тысяч мы набрали очень хорошо растем поэтому не забывайте ставить лайки подписываться на спонсор со патреон и прежде всего донатить на поддержку зсу я сегодня объявлю очередной сбор поскольку каждый день приходят люди приходится кому-то отказывать там исходя из приоритетности какой-то там да и ну просто понимание того что аудитория тоже не без небе не резиновая и люди должны зарабатывать деньги чтобы вот помогать но с другой стороны если государство даже дальше будет таким дуршлагом через который вытекают ресурсы и ну просто дебилы принимают эти решения мы причем коррупционные дебилы то ну о чем мы будем говорить поэтому на этом заканчиваем уже александр шульга пришел в социолог с которым мы поговорим на следующую тему заявленную на сегодня не переключайтесь буквально через несколько минут мы включимся и спасибо денису долинскому за то что поднял такую актуальную тему и подписывайтесь на его канал фейсбуке он абсолютно рабочий доступный в любой момент можете обратиться к нему напрямую если там какая-то тема заинтересует я сейчас кину ссылочку и у вас появится возможность коммуницировать с денисом напрямую все денис спасибо тебе большое пока дякую до зустричи в описании к эфирам я это поставлю я кинул вот в чат в чат и вот на романенко шорс и на юрий романенко все на этом заканчиваем пока